Июнь 24 года принес в Башкирию климатические катаклизмы К которым оказались не готовы ни жители региона, ни власти Башкирии Особенно, конечно, пострадала Уфа Повалено более сотни деревьев, покалечено более 50 автомобилей Сорваны крыши домов, вырваны оконные переплеты, затоплены улицы и нирско расположенные предприятия Трамвайные пути размыты и требуют ремонта Лопнули артерии водоотведения, повально отключались услуги ЖКХ Собственно, к таким катаклизмам действительно оказались не готовы ни граждане, ни власти Природа в очередной раз продемонстрировала нам немощь человека перед стихией Заодно указала, в каком бедственном положении находится инфраструктура региона И с каким, ну, собственно, наверное, правильно сказать, безучастием отнеслись власти Республики Башкортостан К своим прямым обязанностям по устранению последствий подобных катаклизмов И поддержанию гражданской инфраструктуры хоть в сколько-нибудь пристойном состоянии Все, что делали власти в период вот этих вот разгулов стихии Это была констатация очередного ущерба Рассказывали здесь, что лопнуло, там, что упало, тут, значит, что сорвало и так далее В связи с чем мы опросили подписчиков нашего телеграм-канала С целью дать оценку действий властей во время вот этих вот ураганов, которые начались 22 июня В опросе поучаствовало почти 1900 человек И только 10% из них считают, что власти Республики Башкортостан достойно противостояли стихии 14% опрошенных отнеслись к проблеме безразлично Ввиду того, что сами они находились в комфорте и никак не пострадали от ураганов, дождей и ливней 23% и вовсе не заметили никакого урагана И не обратили внимания на то, что погода слегка испортилась Но вот большинство опрошенных, 53%, считают, что власти Республики Башкортостан преступно бездействовали И все проблемы свалили на жителей Ну, по-моему, нам давно уже пора понять, что в Российской Федерации в целом И в Республике Башкортостан в частности Никакой помощи от властей в критической ситуации ждать не следует Более того, наверное, полагать на то, что вам будет эта помощь оказана Это тоже своего рода преступная наивность Всегда нужно полагаться только на собственные силы А пока Республика пытается устранить последствия ураганов и потопов Ради Хабиров отправился в очередной заграничный вояж И опять в Беларусь Ну, даже странно, что Хабиров поехал не в Северную Корею Мог бы привести оттуда какого-нибудь очередного, простите, инвестора Например, для строительства самого крупного в мире завода По изготовлению значков, посвященных любимому Ким Чен Ину Ну, это я, конечно, шучу Но непонятно, о чем еще не договорился Хабиров с белорусами И зачем это нужно делать непременно лично Существует же электронная почта Существуют всякие мессенджеры Ну, спешитесь, договоритесь, какой вы еще один завод Амкадор Планируете в своем воображении построить в Республике Башкортостан Однако совершенно очевидно, что вот этот очередной вояж за границу Обойдется бюджету Республики Башкортостан в очередные десятки миллионов рублей Все последние недели башкирские СМИ взахлеб перечисляли объекты Которые откроют Хабиров непосредственно к своим перевыборам в сентябре Ну, как будто все это великолепие и все эти спортивные арены Воздвигаются непосредственно на личные средства дорогого ради Фаритовича Но если присмотреться внимательнее Станет понятно, что итоги правления Хабирова более чем скромные За пять с лишним лет Надо понимать, что за пять с лишним лет Хабиров и его команда освоили свыше одного триллиона бюджетных рублей в Республике Башкортостан Сумма, прямо скажем, ошеломительная Если раньше мы говорили о миллиардах, то теперь мы говорим о триллионе На самом деле, наверное, о полутора триллионах рублей Что мы получили на выходе за этот триллион или даже больше? Ну, саморазрушающиеся парки с армянской лиственницей Дворец борьбы Недоведенные до ума мегапроекты типа Восточного выезда Ну и всякие еще монументы Монумент Шеймуратову и вот недавно запланированный монумент Митхату Шакирову Если кто не помнит, Митхат Шакиров это был такой партийный начальник Башкирской автономной Советской Социалистической Республики Хабиров продолжает пестовать свою ностальгию по советскому прошлому И вот теперь он будет строить на наши бюджетные деньги, кстати говоря Монумент Митхату Шакирову Ну вот такие вот результаты этого триллиона Вам не кажется, что этого не вполне достаточно для такой астрономически ошеломительной цифры? Очень уж дорого на самом деле обходится нам неуемное тщеславие Когда-то изгнанного и вернувшегося отыграться за свои обиды Хабирова Нам бы что-нибудь попроще, наверное, или поскромнее хотя бы Помощь каналу «Открытая политика» не только полезное дело, но и богоугодное Всевышний всегда благоволит тем, кто способствует распространению истины Поспособствуйте и вы Помогайте нашему каналу материально Сделать это можно единственным доступным способом Через расчетный счет, который вы сейчас видите на экране И который вы можете легко найти в описании под каждым нашим видео После того, как экс-министр Клебанов дал письменные показания О схематозах, царящих в недрах команды Х Его выпустили из СИЗО под домашний арест В этот самый момент экс-директор Башкиров Тодора Юланов Понял, что он может, собственно, опоздать быть полезным следствию Ну и тоже исполнил признание на бумаге После чего также был отпущен лакомиться домашними учпачмаками С браслетом на ноге Пока не очень понятно, станут ли показания Клебанова-Юланова Основой для уголовного преследования Еще какого-то высокопоставленного человека из окружения Хабирова Или даже самого Хабирова Но очевидно, что песни Клебанова и Юланова в СИЗО тревожат очень многих Тем временем суд оставил в силе санкцию в отношении экс-министрки Яны Гайдук Напомню, ее подозревают в преступлении по статье 285 части 1 Уголовного кодекса РФ И она останется под домашним арестом до 9 августа А вот в отношении помощника Хабирова Руслана Казыханова Судя по всему, выдвинут дополнительные обвинения Теперь уже в подделке документов Напомню, что господин Казыханов курировал создание вот этого научно-образовательного центра Как выражается Хабиров, европейского уровня или мирового уровня Что ему там больше нравится В общем, Казыханов этот, судя по всему, присядет надолго Именно за деньги вот этого научно-образовательного центра Вообще, в окружении Хабирова люди очень многогранные И в их уголовных делах, как правило, много эпизодов Вспомните Кучербаева, у которых их было аж 50 Вообще, в данный момент в СИЗО находится так много соратников Хабирова Что пришлось даже отрядить туда членов СПЧ Проведать братву, как говорится Инспекция осталась довольна условиями содержания узников И даже похвалила наличие горячей воды в одном из корпусов следственного изолятора Вот такая вот трогательная забота о братве проявляется со стороны Хабирова и его соратников А пока товарищи Хабирова заботливо инспектируют условия содержания их подельников в СИЗО Из-за решетки внезапно раздались признаки жизни двух крупных застройщиков республики Которые оказались кто в заключении, кто под следствием И, собственно, вот эти вот признаки жизни из-за решетки этих самых застройщиков очень примечательны Начнем с Дмитрия Комлева Дмитрий Комлев, застройщик Миловского парка, посаженный на 8,5 лет за то, что оставил без денег и квартир полторы тысячи семей Неожиданно добился благосклонности Калининского районного суда города Уфы И, в общем-то, получил одобрение досрочного освобождения После окончательного вынесения приговора Комлев провел в неволе немногим больше полутора лет А дали ему 8,5 Прокуратура, к слову сказать, категорически протестует против подобного акта милосердия И подает апелляцию на решение Калининского суда Если Комлеву все-таки удастся выйти, то мы увидим вот такое примерно уравнение Похищаешь 2 миллиарда, которые полторы тысячи семей копили почти всю свою жизнь Сидишь в комфорте полтора-два года и свободен Напомним, что у Комлева, по сути, ничего сколько-нибудь соразмерного ущерба конфисковано не было Супруга и дети Комлева все это время, все эти полтора-два года, которые он был в тюрьме Жили без забот, сытно и уютно, пользовались элитным жильем Квартира в Уфе, особняк за городом, немецкие автомобили Все это замечательно Ну а теперь, к счастью, присоединится еще и папаша Ну а как же, спросите вы, принцип соразмерности наказания или хотя бы социальной справедливости Ну у меня, собственно, тоже такие же вопросы Кстати, так и не удалось конфисковать бухту Кила, которую неразрывно связывали с бизнесом Комлева Эта бухта Кила, в которую было вложено по тем еще ценам свыше миллиарда рублей Так быстро меняла своих владельцев, что не успели за ними уследить И, собственно, не смогли ассоциировать эту бухту Кила с Комлевым и его имуществом Ну или не захотели ассоциировать Здесь, конечно, большой вопрос Потому что в последнее время в России и менее сложные задачки с имуществом решаются на раз-два Вспомните МАКФу или еще что-нибудь Раз и отобрали А тут, значит, как-то постеснялись Очень странно, согласитесь А вот другой застройщик, Кирилл Бадиков Который еще только ожидает решения суда в Уфемском СИЗО Категорически недоволен условиями содержания в этом самом СИЗО Он пишет жалобы, требует улучшения условий Видимо, неритмично выдают ему гигиенические принадлежности Хотя, наверное, он сидит в том самом корпусе, где есть даже горячая вода Отметим, что ряд его подчиненных и партнеров тоже Осмотрительно отъехали из России в землю обетованную И оттуда наблюдают за процессом совершения правосудия над Бадиковым Кирилл Бадиков действительно рискует стать крайним И получить по полной за все грехи его команды В последние недели в Башкирии разворачивается крупный скандал Расследования нескольких башкирских СМИ в отношении обоснованности трат Министерства культуры республики Необычайно взволновали, если не сказать, возбудили башкирские власти Немедленно последовали публикации, видеоролики и прочие материалы В которых журналисты, посмевшие заглянуть в закрома госпожи Шафиковой Были объявлены свингующими сатанистами в мундирах СС С кокардами бендеровцев и визитками Яроша в нагрудных карманах Такая нелепая истеричная реакция только подтверждает необходимость Ревизии миллиардных бюджетных трат госпожи Шафиковой Судя по всему, к бюджетам на проведение всех этих байрамов и фестивалей Имеют непосредственное и прямое отношение очень заметные фигуры команды Хабирова Ну, если не сказать, что к этим тратам имеет отношение сам дорогой Радифаритович Лично у меня это не вызывает никакого сомнения Посмотрим, как будет Хабиров выгораживать Шафикову вслед за Прочаковской В связи с этим хотелось бы обратить внимание на неожиданный вывод, сделанный Рустамом Шаяхметовым Он предположил, что в сознании Хабирова существует некая классификация коррупционеров Хабиров делит коррупционеров на порядочных и непорядочных Ну, видимо, близкие ему порядочные казнокрады это Беляев, Кучербаев, Прочаковская и прочие На них он обращает внимание, он о них заботится, обещает их трудоустроить В общем, никак не оставит их в беде Даже несмотря на вынесение приговоров, которые констатируют коррупцию этих граждан А есть еще непорядочные, которые, видимо, в долю Хабирова самого не взяли Таких, как Клебанов, Казыханов или Яна Гайдук Хабиров практически вычеркивает из своей жизни, мгновенно увольняет и больше о них не упоминает Заботиться он о них не собирается Согласитесь, весьма неожиданное открытие Вообще, юрист Хабиров просто кладезь всяких неожиданных оборотов и изворотов Однако, очевидно и то, что Ради Фаритович и его команда продолжают опасную игру с силовиками Под названием «Поймайте нас, если сможете» Ну, очевидно и то, что команда Хабирова и сам Хабиров никак не отказываются от системной коррупции Даже несмотря на то, что происходит вот такое массированное давление и массовые аресты в рядах этой самой команды Тут для меня, пожалуй, напрашивается вывод, что ребята эти пришли к власти исключительно для того, чтобы совершать те деяния, по которым им выносят приговоры Ну, иного вывода здесь не может быть Потому что массовость и количество арестованных и уже осужденных соратников Хабирова говорит о том, что это определенная закономерность, а вовсе не случайность Субтитры делал DimaTorzok После того, как окончательно стала ясна конфигурация выборов и кандидатов на пост главы Республики Башкортостан в грядущем сентябре Стало понятно, что Хабиров разыграет сценарий «Кто, если не я?» Ну, действительно, те кандидаты, которые сейчас окончательно выдвинуты и которые будут изображать конкуренцию Хабирову Ну, никакого впечатления, собственно, не производят Народ в связи с этим впал в уныние, понимая, что мастерство проведения выборов Хабирова не подразумевает никакого другого варианта, как второй срок дорогого ради Фаритовича Отсутствие веры в избирательную систему населения Республики Башкортостан, похоже, решено было компенсировать верой в Господа Бога В Башкирии ширится движение коллективных молебнов и молитв конфессий во избежание того, чтобы Хабиров остался у власти в Республике Башкортостан Ну, это очень напоминает начало 20 века, когда население России молилось, например, за избавление от какого-нибудь Распутина Не стану судить о степени наивности подобных инициатив, хотя бы потому, что и сам не чужд религиозных представлений, но вынужден констатировать Вера в справедливые выборы у жителей Республики Башкортостан отсутствует напрочь Ну, как говорится, помоги нам Бог избавиться от Хабирова Нам, собственно, сгодится любой божественный промысел, при помощи которого небеса избавят нас от дорогого Ради Фаридовича Июнь 1924 года на исходе На носу у нас уже июль И он тоже обещает как климатические, так и экономические катаклизмы в жизни Республики Например, продолжит дорожать топливо За последние два месяца цены повышались 7 раз И уже самый дешевый бензин стал дороже 50 рублей Нисколько не сомневаюсь в том, что и в июле, и в августе цены на топливо в Башкирии будут расти Подорожает и ЖКХ, причем достаточно резко Например, газ подорожает на 23% Горячая вода на 11% Водоотведение и канализация на 14% За это, собственно, отдельное спасибо Ради Фаридовичу Хабирову Он лично утвердил подъем цен на подобные проценты К примеру, например, в Санкт-Петербурге губернатор отказался поднимать цены на ЖКХ для своих избирателей У него тоже выборы в сентябре, но он счел, что вот это, может быть, поможет ему переизбраться Хабиров не боится никакого негатива со стороны населения, потому что, собственно, его не очень интересует мнение населения Он уповает на свои выбранные технологии Ну и еще по мелочам Мне бросилась в глаза одна новость Например, такая, что больница номер 5 Уфы Уходит в концессионное управление московскому предприятию Медбудущее на целых 25 лет Очевидно, что свое будущее коммерсанты-москвичи свяжут с платными медицинскими услугами Которые они будут оказывать уфимцам А пятая больница станет, видимо, ну, такой хорошей, надежной кормушкой для кого-то из близких к Радио Хабирову Ну и традиционно немножко смешного Стали известны подробности внезапного одухотворения депутата госсобрания Джеффри Уильямовича Монсона После внезапного перехода из депутатов в ислам Джеффри Уильямович планирует, оказывается, сменить имя и отправиться защищать единоверцев в Палестину Ну, тут у меня, как говорится, несколько вопросов А как же обязанности депутата госсобрания? Ведь Джеффри Уильямович избран от единой России народом в государственное собрание Курултай Республики Башкортостан Для того, чтобы защищать интересы, работать на благо этого народа И тут, значит, Джеффри Уильямович, обратившись в ислам, бросает своих избирателей и отправляется в Палестину Ну, это такой, пожалуй, риторический вопрос А вот подозрения о том, что в РБ Республики Башкортостан запахло жареным и корма на всех птенцов Хабирова уже не хватает Они, пожалуй, более реалистичны То есть Джеффри Уильямович смекнул, что в Башкирии все самое интересное заканчивается И надо куда-нибудь, значит, съезжать, например, в Палестину Ну, это мое предположение Того и гляди, какой-нибудь Бузыкаев примет уедаизм и отправится в Израиль спасать евреев Ну, может быть, это более хлебное занятие, чем оставаться в госсобрании Я пока не знаю Но такие предположения у меня появляются Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!